Преподобный Сергий изготовил этот гроб для себя, чтобы не обвинять братьев в хлопотах погребения. От этого, кстати, произошла наша народная фраза «дай дуба», которая имела буквальное значение. Ты готовишь коло для себя из дуба, предоставляешь родникам перед смертью, они тебя хоронят как раз, как правило, что и происходило, как я уже говорил, в день смерти. 600 лет назад были обретены нетленные мощи удивительного человека, боярского сына, оставившего все возможности своего положения, чтобы быть ближе к Богу. Сегодня трудно даже вообразить, что на месте самого известного в мире православного монастыря была непроходимая чаща, где молодой отшельник боролся с искушениями. Эта филонь, она как раз очень хорошо отражает характер преподобного Сергия, поскольку известно, что он был человеком очень простым, не любил никаких роскошных одежд, никаких богатых облачений. До последнего своего земного дня, когда уже вся Русь знала о подвигах подвижника, преподобный Сергий по свидетельству жития ни на один час не складывал рук для отдыха. Будучи уже игуменом обители, а прослышав про святую жизнь Сергия, к нему стали стекаться люди, он был для своей братьей дровоколом, плотником, портным и пекарем. Делал всю черную хозяйственную работу. Искренняя любовь Сергия к Богу и его заповедям без капли фальши стала приводить к нему в чащу даже князей. Преподобный остановил полыхавшую между ними междоусобицу и придал своим благословениям уверенности Дмитрию Донскому выступить на Куликовскую битву. Она стала началом конца татарского ига и рождением в русских доверия к себе и своим силам. При нем впервые сформировалось то, что можно назвать формула русской победы. Русский народ, осваивавший эти суровые пространства, живя при бесконечных нашествиях и находясь бесконечно веками в перенапряжении, мобилизовался духовно и материально только при наличии смертельной опасности. Преподобный Сергий дал России, как позже осознают философы, идеал, ради которого стоит жить, объединяться на почве Христовой веры. За усилия по собиранию русских земель и вывод русского духа из порабощения и уныния святого испокон веков называют игуменом земли русской. Кстати, вот этот покров XV века с гроба преподобного считается самым точным изображением святого, который для современников был примером того, что делает с человеком работа над собой. А для потомков остается образцом христианской, нестяжательной, подвижнической жизни. Даже его уединенная в лесу Келья, превратившаяся в крепость, стала примером того, как церковь может участвовать в цивилизационном освоении бескрайних просторов Руси. Монахи уходили в глухие леса, вокруг них образовывалась община, затем строился скит, затем строился монастырь. К монастырю, естественно, под защиту стен монастыря, а эти монастыри в то время становились крепостями, стекалось крестьянство, крестьянство осваивало земли. И таким образом именно монашеская цивилизация, вплоть до Соловков, грандиозного такого цивилизационного чуда на русской земле, осваивала русские земли. За время земной жизни преподобный Сергий основал 25 монастырей, а его ученики довели это число до 40. Многие существуют до сих пор. Среди них, разумеется, обитель преподобного, троица Сергиева Лавра. Это легендарный Ферапонтов монастырь в Вологодской области и Спасоприлудский в самой Вологде. Богородица Рождественский в Ростове, сразу два монастыря Бобренев и Старогалутвин в Коломне, Савино-Сторожевский в Зенигороде, Спас Андроников и Симоновский в Москве, Свято-Троицкий в Рязани. Сегодня, в День памяти игумена земли русской преподобного Сергия, патриарх Кирилл благословил духовенство верующих вознести сугубые молитвы о здравии главы государства российского и укреплении в духовной мудрости. Многолетия возгласят воинству и народу богохранимого Отечества нашего. Никита Корзун, Ирина Прочаковская, Анна Мартынова, НТВ.